Мы поехали на трамвайчике На верхушку Довольно таки быстро Музыка Музыка Участок Участок Субтитры сделал DimaTorzok 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 в билетах там есть нормал за 60 рингет на двоих и фаст за 80 то есть это кто хочет побыстрее в очереди не стоять но это просто ужасно если честно это похоже на издевательство если честно да кстати малайзия очень часто вот у нее сервисом вообще очень все плохо очень часто действительно сервис приходится терпеть то есть конечно природа офигенная люди в принципе нормальные и общительные разные хотя можно сказать что и шумные очень что мы заметили но но сервис он просто очень слабый очень-очень слабый сервис так что затащить меня сюда на гору и не сказать мне что еще ты будешь стоять здесь километр ждать очереди но это очень неправильно предупреждений никаких нет ты даже не понимаешь когда покупаешь билеты зачем тебе это вот этот фаст чтобы быстрее и так постоишь оттуда кажется такая безумная очередь просто это просто ужасно вот вот я эту очередь могу отсюда вам показать да то есть если вход вот там где флаги вот это все тянется 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 вот 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 смотри это все вот это вот очередь туда 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 сколько здесь метров на метра 150 на там еще вниз туда дальше очень что-то как-то может я преувеличивал может поменьше но все равно очень много народу если туда влезает в трамвайчик человек сколько 30 а тут не знаю посмотрим может получится нормально вылезти отсюда залезли наверх смотрим что тут есть ну вот напрягает то что когда ты хочешь посмотреть обзор еще много растений которые мешают это сделать в итоге видно не все да потому что деревьях еще что-то мешает этот обзор сделать сейчас надо будет туда а здесь раздеваться нужно посмотрим что тут интересного можно поснимать хочется больше природы снимать храм не знаю интересно вам храма каранда а вот в вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Красивая такая крыша... Интересно, сколько ей лет от этой крыши... Красивая крыша переходит в очень некрасивую крышу... Красивая крыша... Красивая крыша... Посмотрим, что здесь... Если здесь что-нибудь интересное... Очень быстро темнеет... Поздно мы приехали сюда... Пахнет вкусно... Дай-ка там... Пар... Классно... Да... Как в загородном лагере у нас... Продолжение следует... 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 Потемнело уже, там вон гирлянды. Сейчас мы идем, если на травматике выходить, то получается на правую сторону мы пошли. Левая пляжка не такая большая, там быстро все боится. Вон здесь уже огни ночные. Смотрите, какие здесь виды. А вот и Пенанг Хилл написано. Ага, и можно пройти по этой самой дорожке. Ну что, по-моему, здесь интереснее, мне кажется. Пенанг Хилл Пенанг Хилл Пенанг Хилл изнесмир Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, здесь есть такое место, откуда фотографировать нельзя. И там человек на входе, ну то есть ты платишь и можешь проходить и тогда надо фоткать, судя по всему. Либо фотка оттуда, в общем, с других мест. А с того не надо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну я в 19.40, грубо говоря, занял очередь. Но к концу подходить будем, я скажу, сколько времени прошло. Вот люди, которые идут справа, это люди, которые заплатили не 60, точнее не 30, а 80 ринггит. Нет, точнее, неправильно. Люди, которые справа, они заплатили 40 ринггит. Люди, которые слева, они заплатили 30 ринггит. Соответственно, те, кто справа, они едут быстрее, у них очередь короче. А те, кто слева, стоят в очереди и тратят свое время. Такое количество народов. Жесть. Да, вот это называется издевательство. То есть у них несколько мест для тех, кто оплатил им побольше. И практически нет мест для тех, кто оплатил поменьше. То есть здесь вообще битков забивается. Да, сервис здесь, конечно, хромает. Вообще в Малайзии везде сервис хромает. Практически везде. Это очень, очень неприятно. Я боюсь вниз ехать. Вниз? О, смотри, как там. Смотрите, как там внизу. Еще как ломанемся. Еще и забивает, так как бочки в селегке. Да. Поехали. Там такой скорости можно и убиться. Ведь они еще такое количество пассажиров запихивают. У меня такое ощущение, что они не по норме их запихивают. Посмотрите их. То есть все битком как в автобусе в СССР. Это потемнело. Так как в автобусе в СССР. Так, мы сели в 20-15. Полчаса прождали, мы в очередь. Ну, не убийственно, конечно, но... 20-10. 20-10, так вы так сколько прожили? 20-10. 20-10. А я где 20-40? Ну, все равно полчаса, да. Полчаса просидели. Мы не знаем пути, по которым бы шли. А путь может быть извилистый и длинный. Слушай, что тут мошек столько? Мошек очень много. Ну что, ехать-то тут быстро ушло. Кто-то приехал. Машек! Слышен! Постой! Слышен! Капец! Капец! Блок! 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 Это вертикально, это очень стрёмно, люди смеются, потому что не страшно, уши закладывают. Тут цветочка. Здесь baseball и это не страшно, которая можно было около первенадцати , básicamente плав concern料. Продолжение следует Python. Очень необходно, а majoruję судно-зайты об響 Voice. Сюда в игру цветаenth, который и так видит сложность. Наконец-то мы все не закончились Да, ну, конечно, с таким количеством толпы ехать, никакого кайфа ты не испытываешь от поездки, на самом деле Это больше мучение Вот ты испытываешь кайф от поездки? Народище, ты посмотри, какое количество народищ, это просто отвратительно По мне, так это недопустимо Ну, для нормального сервиса Не знаю Понятно, что они просто делают деньги Почти приехал Текстология классная, конечно Ну, кстати, он не быстро ехал, не не осет Ну так, нормально Все нормально Куда теперь выходить А, еще выходить на ту сторону О, как все ломанулись-то Смотрите, сколько народищ Это все из одной электрички Прикиньте Сколько она весит Безумие какое-то Кстати, если меня было плохо слышно, это потому что я в маске На всех заставляют маску одевать Хотя уже и не надо одевать, но в транспортных средствах еще заставляют одевать Что я буду проходить тут Короче, вот этой штукой надо Ну, видите, давай, прилезай Нормально Получилось? Нам теперь обращаться На, возьми мою Говорю, не мни Надо, чтобы не заминали Штрих-код Вот, прошел Все, вываливаемся отсюда Ну, так к себе, конечно А, это так, походу, и есть везде Кажется, что, думаю, будет лучше Что, на самом деле Ну, не знаю И на родичке Надо, наверное, ехать 500 рублей человек Ну, наверное, стоит того Наверное, ехать надо Тогда, когда мало народу То есть, наверное, рано-рано надо ехать Чтобы было по месяцу народу Там сейчас много народу Вот, а теперь надо смотреть Где был автобус Ну, вот автобус Сейчас все такси лет Да, сейчас все, наверное, автобус Поэтому и залезем, и туда не залезем Такси на пиздец Потому что автобус там останавливался А сейчас, наверное, либо здесь, либо где 204 А, это полицейский-процесский Окей, спасибо Короче, он разворачивается Идет туда Пойдем Значит, вот мы на эту сторону приезжали На эту опять надо приезжать Я не поняла Это электроновка? Она здесь Просто помнишь, что? Нас здесь и останавливали Вот Написано Бас Что-то Персия Что-то там Вот автобус Вот, видите? Сидим на остановке Автобусной Пока автобуса нету Ну, что можешь сказать о сегодняшней поездке наверх? Как тебе? По десятибальной шкале оцени Сие приключения А? Ну, не знаю Шесть, наверное Мне кажется, даже А может, даже и ниже Пять, да Я вот, наверное, пять бы поставил То есть, что мне не понравилось? Не, ну ладно Давайте начнем с того, что понравилось Понравилось, конечно Прикольно Залетаешь Видно И народу еще не так много было Вверх летишь Правда, я ожидал, что будет Медленно И все это будет красиво Обзор А тут просто ты как Залетел наверх Ничего не понял даже Да А там наверху-то Большинство в зарослях У тебя там видов Ну, есть там, в принципе, виды Не так Ну, есть, да В принципе, на город Прикольно посмотреть Ночной В огнях Ну, как-то Не знаю Как-то ожидаешь Больше, в общем А получается Ну, так Нормально А обратно Ну, и вот эта очередь Конечно, адская Она пугает Вообще Ты видишь там Несколько Там Сто с чем-то метров Очередь Думаешь Ну, господи Здесь на веки Вечно останешься Ну, в принципе Полчаса, да И ты спускаешься Потому что Ты сэкономил Ну, ладно Сэкономил Тебя еще туда забивают Как в советский автобус Да Там тебе не сесть Толком тебе не поснимать То есть Ты обратного Кайфа точно не испытываешь Ты просто едешь И все В бочке В этой С людьми Поэтому так Ну, не знаю Стоит ли сюда Вообще Я не уверен Я бы Ну, второй раз Это точно не поехало Второй раз точно нет Если бы я думала Что будет так Я бы тоже не поехала Ну, да Я думаю Тоже я бы сюда не поехал Если бы я знал Что будет так Но большинство людей Не знают Они же все Какие-то странные Отзывы Непонятных людей Я не знаю Может мы не то время попали Может надо было С самого-самого Раннего утра Ну, может тут ехать Ну, просто по пути Потому что Мы за билетами приехали А сейчас уедем на Пинанг На этот Лато Феринги На пляж Он в другой стороне Совершенно находится Да Можно сделать вывод Из этого всего Что Вся романтика Если вы любите Тишину Природу То, наверное Все-таки Это те места Там, где нет Много людей А такие распиаренные Места Они, наверное Для очень быстрых путешествий Прибежал Посмотрел Убежал А так Надо Общаться с местными Узнавать Места Где какие Тропы Там Это будет Более интересно И впечатляюще Чем Вот такие Развлечения Причем Это еще Бесплатно Будет Бесплатно Бесплатно